ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда? Итак, всем большой привет! И в сегодняшнем видео я... Точнее, в этом видео, я не знаю, как у меня тут, честно говоря. И у меня тут сверчки везде шумят. Я надеюсь, это нам не помешает обсудить такую тему, как прощение. И я, наверное, расскажу просто как свой путь, свой опыт, почему для меня эта тема оказалась столь важной. Итак, началось всё достаточно давно, и далеко не с религии, а просто с психологией. Наверное, это было где-то три года назад, в общем, на жиров канале. Я прям попутно снимала какие-то видосы своих откровений. И у меня, в общем, была такая идея, что психология, вот именно полезная психология, которая направлена на избавиться от каких-то детских комплексов обид и стать более гармоничным, несмотря на какие-то косяки по жизни, для меня оказалась эта идея очень здравой. То есть работать над своим мышлением, над собой, то есть ковыряться в, ну, как это назвать, прорабатывать свой внутренний мир, мне казалась эта идея полезная. Даже несмотря на то, что она пожирала просто тотальное количество времени, сил, энергии, денег. То есть я покупала какие-то даже платные курсы. То есть у психологов брала вот этих лекций и так далее. В общем, да, потратила на это года так два-три. И там, в общем, на одном из путей, да, когда там разбираешь там вину, стыд, обиды, в общем, да, прям комплексно так вот идёшь, если прям вот по такой классической, да, вот проработке, то вина, как бы такой краеугольный камень, что от неё очень много чего прорастает, да, если мы очень обидчивые, то мы, ну, как правило, жертвенность отсюда растёт, то есть такая обида на мир в некотором смысле, и очень много побочных каких-то штук, да. То есть если я обижен на мир, да, допустим, я могу сам потом делать, допустим, какие-то гадости и ссылаться на свою обиду, да, вот меня же обижали, значит, я тоже имею право обижать. И мировоззрение становится кривое. То есть если у меня очень много обид, неважно на что, на жизнь, на родителей, на, не знаю, там, на мужа, на жену и так далее, да, мировоззрение становится кривое, и я делаю ещё больше ошибок по жизни. Короче, да, мне нравилась эта концепция, что в идеале проработать все свои обиды, даже если там это было несправедливо, там, меня обижали, и они остались там не наказаны, короче, там очень много чего. Вот мне нравилась идея такого тотального прощения, не для них, а для самого себя, потому что ты сам живёшь дальше, за собой это тащишь, и как бы сам себе портишь жизнь. Здесь была уместна поговорка, не поговорка, а басня, рассказ, когда, в общем, ученик приходит к учителю, да, и ученик очень обидчивый, очень обидчивый, на всё обижается, на всё подряд. И учитель ему говорит, «Хорошо, вот возьми мешок и положи туда картошку». Хорошо, ученик, мол, сделал это, и учитель ему говорит, «Каждый раз, когда ты будешь на кого-то обижаться, клади туда ещё одну картошку». Ученик, как бы, говорит, «Окей, типа, это такой урок». И, как бы, ученик, не споря, конечно же, просто выполнил это указание. Через месяц этот ученик снова приходит к учителю с огромным мешком картошки, и ученик, как бы, говорит, что учителю вообще в чём смысл, мешок огромный, таскать его за собой бесполезно. Я так ничего не понял, как это мне может помочь вообще избавиться от обид, там, и так далее. Что мне вообще сделать? И учитель говорит, что, «Смотри, ты обижался, и ты сам таскаешь этот мешок с картошкой». Картошка уже начала, естественно, где-то гнить, где-то начало это ужасно всё пахнуть. И он говорит, что тем людям безразлично, то есть обижаешься ты на них, не обижаешься ты на них. Те люди живут своей жизнью. Неважно, справедливо это было по твоему восприятию, несправедливо, но ты сам себе сделал вред тем, что ты обиделся. То есть ты сам себе испортил жизнь тем, что таскаешь этот вонючий, гнилой мешок картошки вместе с собой. И если мы разберём не месяц, а, допустим, пол жизни, 20 лет, то можно представить наше внутреннее состояние, то есть всё это просто забито грязной, гнилой картошкой, которую мы в себе таскаем. И хуже от этого только нам. Вот, такая вот была история. И я, когда всё это прочитала, я этим действительно прониклась. Практически все духовные течения, тогда я ещё не сталкивалась с таким пониманием духовного течения, но все они говорят, «Прости, тебе же жить станет легче». И когда я поняла, что, да, действительно, в этом есть смысл, то есть жить дальше мне и как бы мне, да, жить в этих обидах. В общем, там ещё много-много-много историй, я не знаю, надо ли их рассказывать. Но, в общем, на каком-то этапе я реально пришла к этому пониманию, что хуже только мне. От моей обидчивости хуже только мне самой. И далее для меня, конечно же, стал логичный вопрос, да, что как избавиться от вообще этого чувства обидчивости? Потому что одно дело понять разумом, да, а другое дело чувства контролировать, ну, капец, как тяжело, тем более обидчивость, да. И я расскажу сначала психотерапевту, которого я смотрела. У него было два варианта пути, я расскажу как бы оба два. И первый вариант – это был чисто такой практический, психологический путь, то есть как он предлагал работать. Он предлагал из концепции, что у нас внутри есть чувство, как бы, справедливости, да. И у нас есть вот этот вот маятник, что если там несправедливо, то я обижаюсь, да. Если справедливо, то я не обижаюсь. То есть и вот этот вот маятник у нас в душе, он как бы такой весы, да, некие. И мои обиды все строятся из вот этого чувства справедливости во мне. И есть такой момент, что если это чувство справедливости немножко как бы закручена в сторону эгоизма, то есть в сторону, допустим, чтобы мне было хорошо, я в центре вселенной, грубо говоря, то я буду очень обидчивой. Просто по факту того, что меня волнует только моя жизнь в первую очередь, никакой эмпатии, никакого сострадания к другим людям, никакого понимания, что другой человек точно так же, как и я, пытается быть счастливым, точно так же, как и я, не знает, как правильно, точно так же, как и я, косячит и так далее. То есть упирается всё на какой-то такой эгоизм, что только меня интересует моя личная жизнь, и чувство справедливости наклонено именно в мою сторону. И по сути я от этого страдаю. То есть первый такой шаг психистер предлагал выровнять это самое чувство справедливости в душе, то есть пересмотреть всю свою картину мира и посмотреть на других людей не с точки зрения меня, а с точки зрения как бы абстрактной, просто с третьей стороны. Это там даже какие-то названия, в общем, умные есть, там, по-моему, трёхпозиционное, не помню, позиционирование, то есть разделить ситуацию на несколько углов взгляда. И посмотреть на эту ситуацию не вот с первого лица от тебя, а как бы чуть-чуть со стороны, от третьего лица посмотреть, на все ситуации, где ты обижался. И так или иначе посмотреть и понять, почему человек поступал именно так по отношению к тебе. Возможно, у него такая же проблема, и тоже у него чувство справедливости завышено в свою сторону. Вот ты в свою, а он в свою. И вы такие два эгоиста сошлись, и как бы каждый тянет одеяло на себя. Очень часто так и бывает на самом деле. И психтер говорил, что мы притягиваем тех, кем сами являемся. Некуда от этого бежать, мы очень часто выбираем подобных себе. Я это замечала на себе, поэтому мне как бы это подошло. И если я страдаю эгоизмом, 100% я найду себе в пару эгоистов. Если я более-менее имею эмпатию, толерантность, сострадание, как правило, я в пару себе найду, ну как бы в пару я имею в виду в друзья, в общение, то есть в близкий круг общения. Я не имею в виду сюда детей, кого мы не выбираем, родителей, а именно муж, жена, друзья и так далее. И, кстати, психтер, он так и начинает, что сначала подобрать в свой круг людей, вот именно с кем комфортно. То есть если в вашем близком кругу люди, с которыми вам некомфортно, вы уже будете не очень счастливы, и это неблагоприятная среда. То есть, конечно, начинать вот с этого надо близкого круга. Не с родителей, а вот именно вот друзья, вообще посмотреть, есть ли они. То есть, да, действительно, я как-то оглянулась по сторонам и поняла, что у меня близких друзей тогда вот не было. То есть какие-то такие, знаете, бреши заполнять. Там семья, именно муж, да, или близкий человек, там спутник по жизни, я не знаю. В общем, да, вот это была первая такая концепция, что вот этот вот свой внутренний маятник справедливости попытаться перенастроить, что на планете есть другие живые существа, и они как бы точно так же стремятся к счастью. Точно так же не знают, как это сделать экологично. Они точно так же обладают каким-то эгоизмом, да, то есть собственное счастье ставят выше, чем счастье общественное. Вот, как бы это весьма-весьма полезная, понятная концепция, и она у меня на самом деле очень много верхнего слоя убрала, да, то есть какие-то обиды верхние она мне действительно очень помогла убрать. И остались у меня вот самые глубокие обиды, которые действительно уже пророслись в детство, и уже, знаете, это уже с людьми, которые вот именно, ты их не выбирал, да, это вот именно как раз родители, дети, то есть когда совершенно противоположные характеры, взгляды с людьми, которые тоже являются своим близким кругом. И вот эти обиды, они таким способом, к сожалению, не прощаются, да, они вот глубже проросли в нас, они немножко другой имеют характер, и с ними этот же психтер предлагал работать по-другому, немножко другими уже механизмами, другими методами. Вот, и если вам интересно, то добро пожаловать во второе видео, именно как работать с обидами более глубокими и более проросшими. Вот. Их так. Продолжение следует...